Играет музыка Не совсем крупный, там был крупный план Ивана Мажухина, великого актера немого кино, который потом эмигрировал во Францию, был довольно успешным в немом кино, но в звук не перешел. Значит, Кулешов говорит, если мы к крупному плану прибавляем сначала тарелку супа, потом женщину в гробу, потом такого, значит, ребёночка, то от соотношения этих кадров у зрителя сложится разная фраза. Первую фразу мы прочтём, как, например, человек хочет есть, вторую – страдание, третья – ой, какой милый ребёночек. Но лицо Мажухина то же самое. Что происходит? От того, что наш мозг работает по причинно-следственному принципу, то есть мы соединяем один кадр с другим, и мы делаем вывод. Это способ нашего мышления, это перцепция. То получается, что второй кадр влияет на первый, и это стала очень интересной идеей монтажа. И следующий кадр, если я, Элечка, будьте добры, то, что называется география Кулешова, кулешовская география, когда он берёт улицу в Москве и Белый дом в Вашингтоне, соединяет их вместе, и человек, кто не знает Москву, говорит, о, смотрите, какой красивый дом в Вашингтоне. Человек, который не знает Белый дом, говорит, а где это в Москве? То есть стало понятно, что мы можем создавать новые города, и это использует потом режиссёр Дзига Вертов. Не только новые города, а мы можем создавать нового человека, мы можем голову брать у одного, тело у другого, ноги у третьего. И поскольку это совпадает с нашими 20-ми годами, когда мысль о создании нового сильного человека, человека советского, советского человека, то вот эта идея манипуляции пространством человеком, она становится очень-очень интересной и популярной. И следующий кадр. И в это время человек с киноаппаратом начинает восприниматься почти как Бог, потому что человек с киноаппаратом может снять, показать всё, может подняться наверх, может опуститься вниз. И возникает это вообще время, связанное с верой в технику, необыкновенное, что техникой мы можем изменить всё. Значит, я выписала несколько фильмов, которые строятся вот по этому принципу. Первый – это очень интересный фильм немецкий режиссёра Рутмана «Симфония большого города». Дело в том, что большой город, толпа, техника – это всё новости. Дело в том, что в XIX веке не было толпы. Вот мысль о толпе не связана с XIX веке. Мысль о большом городе не связана с XIX веком. Это, конечно, связано с тем, что люди начинают ехать в большие города, переезжать, появляются такие города, как Лондон, Нью-Йорк, Чикаго. Берлин становится в конце XIX века одним из больших городов. И поскольку Берлин делает самый большой рывок, быстрее, чем Лондон, потому что Лондон начинает с начала XIX века развиваться, а Берлин после объединения, в 1870 году Берлин, Германия объединяется, и Берлин из маленького провинциального города превращается довольно быстро в очень-очень важный город. И Рутман снимает этот большой город с толпой, с техникой, с манекенами. Этот фильм строится по принципу симфонии. Тоже очень сложная форма, потому что симфония – это много разных линий, которые сосуществуют, сливаются, расходятся, находятся в сложном диалоге. И вот этот диалог пытается музыку, музыкальное построение режиссер перенести как принцип монтажа. То же самое делает Зига Вертов, человек с киноаппаратом. Я покажу вам попозже чуть-чуть отрывок. Но Америка не может себе позволить такую роскошь, потому что изначально Америка очень мало экспериментирует. Делают, были экспериментальные фильмы, но их мало, особенно в немом кино. Великий комик, почему-то менее известный, чем Чаплин, Бастер Киттон, он же режиссер, он же актер. Он снимает фильм кинооператора, где он создает любовную историю, но в нее включает героя, который оператор. И вот этот герой снимает, он снимает криминальную историю. Он оказывается внутри нее, а он еще с обезьянкой, которая с ним все время, значит, и помогает ему периодически крутить ручку. И он ее снимает, потом он приходит на студию, предлагает что-то студии, и когда студия смотрит материал, у него произошло наложение, он на одну и ту же пленку снял два материала. И здесь Бастер Киттон показывает абсолютно авангардный материал, который в Германии и в Советском Союзе можно показывать, потому что государство поддерживает авангардное кино, но в Америке авангард не поддерживается, поэтому авангард вставляется в любовную историю. Оператор, он влюбляется в женщину, ну, там своя история. Но показать вот этот монтаж как часть, то есть оператор приходит на студию, говорит, вот я для вас снял, и показывает вот этот странный монтаж. И мы сейчас посмотрим два подряд. Мы посмотрим Бастер Киттон, и мы посмотрим Дзигу Вертова. Обратите внимание, значит, вот эта пленка, вот студия смотрит, и они смеются, потому что это впервые обратная съемка почти, это девушка, в которую он влюбляется, это Бастер Киттон замечательный. Вот что у него получается от того, что на дну пленка была снята. И все над ним смеются, работу он не получает. Потом, это вообще очень любопытно, фильм построен, потому что потом обезьянка покрутит ручку, когда он будет спасать девушку, истину установит. А в самом финале выяснится, что он снимал борьбу банды, и можно было узнать, кто убийца. То есть эта мысль об операторском искусстве будет очень важной, но она будет составной, нарративного, как будто бы реалистического фильма. Так что бедный герой Бастера Киттона не получил работу, и его, значит, отправили в Освояси. Но все кончится хорошо, потому что хэппи-энд, и, как вы, может быть, знаете, что даже в том же 27-м году Грета Гарба впервые в Америке сыграла Анну Каренину, и есть два варианта Анны Карениной. Первый для эмигрантской публики, где Анна кончает жизнь самоубийством, второй для американской, где Анна и Воронски женятся. То есть хэппи-энд должен быть обязательный. И следующий, Элечка. Значит, вот толпа, о которой мы говорим, большой город. Такой толпы нет в 19-м веке, она с этим не ассоциируется совсем. Значит, и вот посмотрите, уже какая скорость монтажа. Это 29-й год. То же самое у Рутмана. Это начинается с Абеля Ганса, это начинается с фильма «Колесо» в 1922 году, такой стокотированный монтаж. Но там это используется, чтобы передать эмоциональное, встревоженное состояние героя. А здесь показать новый мир 20-го века, который строится на движении скорости. Кино, которое началось в движении, для него движение продолжает оставаться очень-очень важным. Замечательная алоэ-оркестра, музыка к этому фильму. Её много, и есть много вариантов этого фильма, потому что в разных странах разные монтажи сохранились. Австрийский архив, киноархив. Вот видите, как абсолютно мощная фигура. Немножко напоминает, с другой стороны, дьявола Мельеса, который над городом. Большой театр разламывается, потому что это старая культура, мы её должны снести. Как у Маяковского, разрушим музеи. И посмотрите, какой абсолютно калаш. В это же время в искусстве появляется калаш. То есть вы понимаете, какое влияние одного искусства на другое. Нельзя ничто расчленять. Всё должно в потоке изучаться. Не случайно сейчас кинематограф, старое кино, находит свой путь в музеи. В музеях стали показывать фильмы, в музее стали показывать кадры из фильма, как фотографии. То есть кино стало частью музейных экспозиций. Здесь оператор, их два. Один из них брат, Михаил Кауфман, который как-то... Он и режиссёр, он снял фильм такой «Весна», тоже монтажный. А третий брат, Борис Кауфман, он уехал в Америку и был оператором «12 разгневанных мужчин» фильма «Он зе вотерфронт» в порту Элия Казана, он стал известным оператором. А во Франции, когда он был, он снимал фильмы «Вего», очень-очень интересного режиссёра. «Аталанта», например, такой фильм снимал. Три брата были, три брата Вертова. О них есть замечательный наш фильм, документальный. И посмотрите, люди просто абсолютно обесчеловечены, почти как насекомые. И потом у Эйзенштейна в броненосии Потёмкине и будут сняты черви, а потом люди сняты как черви. И визуально это будет похоже, потому что человек как будто бы в толпе лишается человеческого. Человек, только когда он один или в небольшом диалоге, только он остаётся личностью. В толпе происходит обезличивание человека. И потом будет возникать драма обезличенности человека в большом городе. И она будет в литературе. И вы видите, тема поезда, движения. То есть во всех фильмах от самого начала, от первого фильма движения поезда до конца, а мы видим уже просто 29-й год, всё, уже в этот же год начнёт снимать звуковой фильм Дзига Вертов. То есть это конец, смерть немого кино. Потому что немое кино строится на визуальном. Мы должны научиться читать и понимать образы. И глаза. Помните, да? Луна вносится в глаза, в глаз. Вот сейчас глаз, потому что кино о том, что смотреть. Интересно, когда Дзига Верта будет снимать симфонию Донбасса или Энтузиазм, первый свой звуковой фильм, там будет ухо и радиоприёмник, то есть то, как слышит. И следующий, если можно, пожалуйста. И я приближаюсь к финалу. 20-е годы невероятное богатство. Просто о каждом периоде, о каждой стране можно говорить, что происходит что-то очень яркое, действительно достойное быть в музеях. Я просто называю в Германии немецкий экспрессионизм, во Франции французский импрессионизм в кино немножко отличается от импрессионизма в живописи, потому что импрессионизм больше погружения и понятия психологического состояния человека. Как стать экспрессионизм? Но экспрессионизм немецкий подсказывает изломанную душу после войны, потому что это всё время о травме немецком. Очень часто это соотносит вообще с немецкой, с немецким романтизмом, как будто это традиции, идущие от немецкого романтизма. Французский импрессионизм и сюрреализм, который рождается в это время, советский монтаж это только маленькая часть, потому что я упускаю американское кино, которое очень интересно, но Европа ещё доминирует. Постепенно в результате Первой и Второй мировой войны Европа постепенно будет уступать американскому кино. И если можно, мы посмотрим. Да, вот слайды пройдём по одному. Значит, вот я просто взяла, но они визуально более яркие, несколько кадров из кабинета доктора Каллигари, Роберт Вен и режиссёр. Посмотрите, этот фильм, он как будто бы даже близок к театру, потому что он в декорациях. Декорации все нами узнаваемые, изломы, как в немецком экспрессионизме, но пластика актёра, который играет, она повторяет декорацию, она такая же изломанная. То есть это попытка создать, как, по-моему, по-немецки я всё время Гезумд Кунстверк, кто знает, меня поправит, как бы цельное произведение искусства, когда всё вместе, движение, визуальное, сюжет, всё показать, произломанность. но самое интересное, что когда я стала, я медленно занимаюсь историей Берлина, она меня очень интересует, несмотря на полное отсутствие знания немецкого языка, но Берлин меня как-то манит, я хотела бы понять этот город, и я нахожу вдруг фотографии Луна-Парка, и я вижу, что эта декорация полностью повторяет Луна-Парк, который существует в Берлине в это время. То есть это изломанный мир, но изломанный мир, который имеет какое-то отношение к реальности, потому что Луна-Парк это место развлечений, которое немножко связано с ярмаркой, а ярмарка, на ней всегда есть петрушка, на ней всегда есть дьявол, то есть вот эта странность, вспомним запах серы, да? Следующий кадр. Значит, Несферату, режиссёр Мурнау, просто посмотрите, какие выразительные, хотя с точки зрения вампиризма, это один из первых фильмов о вампирах, фильм не совсем точный, потому что вампир не отбрасывает тени, а весь немецкий экспрессионизм строится на том, что вампиры с тенями, тени, которые страшны. Значит, следующий. Вот, и третий фильм немецкого экспрессионизма из самых важных, это Фридс Ланг, Небелунге. Посмотрите, какая потрясающая декорация. Этот фильм можно назвать одной из первых попыток создать немецкий вариант рождения нации. Небелунге можно отнести. И следующий кадр. И ещё один фильм, очень важный, это фильм, первый такой серьёзный фильм апокалипсис о катастрофе, которая неминуемо связана с большим городом, в котором обесчеловечивается человек. Это Метрополис. И многие кадры, кто помнит, например, фильм «Бегущий по лезвию бритвы», можно узнать, и вообще эти образы очень часто цитируются в разных фильмах. Опять же, возвращаясь к мысли о том, как важно смотреть старые фильмы, чтобы до конца глубоко понимать фильмы современные важные. Я говорю о хорошем кино. И ещё следующий кадр. и кино к концу 20-х годов кино понимает, что можно рассказать любую историю. Всё. Кино научилось говорить обо всём. О отношениях между людьми, об отношении внутри человека, что человек чувствует. То есть просто показать психологическое состояние, показать реалистически психологическое состояние без всяких слов. И я вам покажу отрывок из фильма «Мурнау. Последний человек 24-го года». Одно из великих произведений немого кинематографа. Это такая немецкая шинель Гоголя, вариант. Когда просто мы можем плакать в конце фильма, хотя фильм поставлен без слов. Но мы всё глубоко и серьёзно понимаем. Потому что актёр Эмиль Янинг, который играет главную роль, он это всё так создаёт, и режиссёр Мурнау так это всё показывает. И несколько вариантов идейных фильмов, которые говорят о рождении нации, поскольку я всё время веду мысль о том, что национальное кино, которое не существовало, оно постепенно начинает выкристаллизовываться, и 20-й век это век создания нации, что является и драмой Первого и Второго мировых войн. Это Абельганс Наполеон, это кадр из Наполеона. Два фильма, вторые уже звуковые, это фильм Лени Рефеншталь, немецкой актрисы и режиссёра, которая была звездой так называемых горных фильмов, в Германии был такой жанр горные фильмы о покорении вершины, практически наша высота. Такие горные фильмы очень были популярны, она была звездой этих фильмов, она работала без страховки, сама была альпинистом, и фильмы очень красивые, потому что это горные вершины, белоснежные горы, ну, просто очень красиво, красиво визуально, а потом она стала режиссёром, и фильм Триумволи это фильм о красоте фашизма, и фильм производит действительно очень тревожное впечатление, потому что она показывает красоту тоталитаризма, она снимает с разных точек, сверху, снизу, это выступление Гитлера в Нюрнберге, это съезд фашистской партии, что интересно, есть такой документальный фильм, который называется «Прекрасная и ужасная жизнь Лени Рифеншталь», и рассказана вся её жизнь, она дожила, по-моему, до 101 года, кстати, она была в Петербурге, такой очень противоречивый факт, и её наградили в 90-х годах, как-то всё это немножко было сложно, но фильм, фильм очень интересный, документальный, потому что она после 80-ти лет занялась подводным плаванием, и она сняла фильм о жизни, то есть у неё были сначала такие этнографические фильмы про африканские племена, это уже было там 70-е годы, 80-е, а потом она снимает фильм о подводном плавании, не подводное плавание, а жизнь под водой, и африканские племена, и жизнь рыб она снимает как движение таких тоталитарных масс, то есть это поразительно, у неё рыбы движутся, как фашисты в её фильме, то есть это производит впечатление, потому что ей нравится масса, вот вы видели у Диги Вертова в фильме вот эту толпу, он показывает хаотическую толпу, а триумф воли это толпа, которая совершает синхронные жесты, если кто-то из вас когда-нибудь видел китайский цирк, то это одно из самых красивых таких цирковых явлений, которые я видела, когда маленькие с роскошными фигурами, там человек 50 совершают синхронные движения, вы ах, вот она снимает таким страшным образом фашизм, что вы невольно делаете ах, причём это всё делалось архитекторами, там по-моему Шпеер участвовал, когда выстраивали специальный свет, специальное освещение и у неё везде, то есть кино оказывается невероятно мощным инструментом по созданию послания. Почему я и говорю, о чём говорило кино? Именно немое кино формирует язык, который часто используют, чтобы манипулировать сознанием, не просто, чтобы дать наслаждение, чтобы образовать, но кино очень часто бывают манипуляции. Поэтому, мне кажется, необходимо научиться читать и понимать кино, как оно строится. И, если можно, последний клип мы посмотрим. Это фильм, о котором я вам сказала, 24-го года. Фильм это Эмиль Янингс, немецкий актёр, который получил одного из первых Оскаров в Америке. Он поехал в Америку, у него не получилось, он вернулся, он жил и работал при Гитлере довольно успешно. Вы видите, по выражению, по кадрам узнаёте немецкий экспрессионизм, хотя фильм может относиться к немецкому экспрессионизму и к так называемому камершпиле. Это был такой тоже стиль. Значит, о чём идёт речь? О том, что Эмиль Янингс играет консьержа в дорогом отеле, которого все любят, все, значит, уважают, и в какой-то момент хозяин отеля увидел, что он уже старый, и ему тяжело нести чемодан, и он приказал его уволить, и он лишается униформы. Ну, просто действительно история Акакия Акакевича. И мы видим его состояние, когда он потерял униформу. У него мир покосился под ногами. Мы сейчас увидим сцену, когда он немножко выпивает, и камера передаёт его состояние, которое связано не только с опьянением, но с тем апокалипсисом, в котором он оказался, потому что при потере униформы, и здесь свяжите это с триумфом воли, потому что фильм рассказывает о немецкости и о роли униформы в немецкой культуре, это и политический фильм, но он рассказывает о психологическом состоянии героя. Абсолютно невероятная игра Эмеля Янингса. Может быть, вы помните его по фильму «Голубой ангел» он играет с Марлен Дитрих, это один из первых важных таких мировых фильмов Марлен Дитриха. И что интересно, что во многих сценах декорации рисованные, но мы не обращаем на это внимания, точно так же, как мы смотрим Догвилл Ларса фон Трира, и мы не обращаем внимания, что рисованные, потому что нам идея, эмоции, актерские страсти честные. Вот здесь тоже самое. Но здесь мы как будто видим то, что мы не видим, мы не можем проникнуть во внутренний мир человека. Кино нам позволяет туда проникнуть. Если вы захотите, этот фильм можно посмотреть, он есть на Ютубе. И вы увидите преображение актера, как он играет гордого и статика, и пластика меняется, потому что у него точка опоры, как бы у него он пупком идет вперед, у него энергия, центр здесь. И дальше он меняет абсолютно пластику, он уже складывается. То есть актер, это невероятно актерская работа. и операторская, Карл Фрёунд, оператор, который потом приедет в Америку и будет снимать фильмы ужасов. 24-й год. Это 28 лет существования кинематографа. Вы видели первые фильмы «Прибытие поезда». Вы видите, прошло 30 лет. Посмотрите, насколько изменился язык. Это было такое интенсивное движение, которого потом не будет. Когда появится звук, кино как будто бы остановится на время. и она только спустя 30-40 лет дойдет до уровня, до которого дошло немое кино. И сегодня очень трудно говорить о прогрессе звукового кино по отношению к немому кинематографу, который был в 20-е годы. Вот мы, то, что называется точка зрения героя, мы видим и его, что он видит. И вот это чередование, оно потом и в литературе появляется, когда мы читаем, например, «Герой подумал». То есть сначала идет описание героя, как он выглядит, в каком он состоянии, и здесь он подумал. То есть это и есть две точки зрения. И посмотрите, у нас где-то четкое изображение, где-то размытое. То есть представьте себе симфонизм, построение. Это уже сложная, сложная работа. Это несравнимо с тем, что было там 15-20 лет назад. И вот таким он был в начале, это он себя вспоминает. Последний слайд. Меняется отношение, конечно, к актерам. Если первые актеры были совершенно не... Не получается последний? Вот. Первые актеры были совершенно никому неизвестны, ну, просто не было крупного плана. Зачем о них говорить? То есть они такие маленькие, лица не видно, не видно. И постепенно, постепенно, по мере укропнения, то где-то в 1908 году начинают называть постепенно именно актеров. А уже с 2011 года вы видите первую такую... Одну из первых знаменитых актрис Аста Нильсон. Датское кино было очень-очень известным. Студия Нордиск. Потом она уехала в Германию. Она... Я несколько взяла звезд. Значит, это французская... В смысле, это датская, потом немецкая актриса. Она же была и продюсером, у нее была своя собственная компания и вообще такая из новых женщин. Понятие новых женщин. Она, кстати, одним из ее мужей был актер Мхата Григорий Хмара, который эмигрировал. Это выборочно абсолютно, потому что всех нельзя перечислить. Это Франческо Бертини, итальянская звезда немого кино. Их называли дивы. И в основном это было связано с жанром мелодрамы. И Вера Холодная, для которой эталоном была Аста Нильсон. во многом она как бы видела себя как продолжение традиции Аста Нильсон. Появляются актрисы, которые становятся очень популярными, появляются открытки, если до этого были только открытки, которые продавали императорских персон, королевских, потом появились оперные дивы, театральные актеры чуть-чуть реже, и где-то с 2012-2013 года начинаются фотографии немых актеров, актеров немого кино. Эта традиция появляется именно в эти же годы. Мужчины-актеры и очень популярные комики. Например, там был итальянский комик Критинетти, которого в России назвали Глупышкин, это упомянутый мной Бастер Китон, или естественно Чаплин, который мы все знаем. То есть появляется новая аристократия, селебрити до сегодняшнего дня это у нас сохраняется. Вот такой беглый обзор. Мне хотелось показать, как менялось кино, как оно дошло до той степени, когда оно стало говорить, а на самом деле в каком-то смысле оно умолкло, потому что оно говорило обо всем и говорило много. Если есть какие-то вопросы, я могла бы попробовать ответить. В микрофон. кто хочет задать вопрос? А если нет вопросов, то... У меня вопрос такой. А почему в большинстве случаев дивы, герои из немого кино не смогли перейти в звук? Хороший вопрос, замечательный. Причин несколько. Один из первых таких примеров это Мазжухин, который был в России великим актером. То есть Мазжухинская слеза это легенда была. Он во Франции, его пригласили на роль Наполеона. Он отказался, ему мало платили. То есть великий Абель Ганс пригласил, он отказался. Он уехал, его пригласили в Голливуд. В Голливуде он прооперировал нос, потому что у него был чуть-чуть для Европы был нормальный, чуть-чуть был длинный для американцев. Сыграл в одном фильме, не получилось. Почему? Дело в том, что актеры немого кино это была пластическая выразительность. Не случайно так много было балерин. Вы должны были мимикой, не обязательно преувеличенной, но она должна была говорить. Лицо было говорящим, тело было говорящим. А когда это стало на экране, и когда надо было говорить, то манера была избыточная. Может быть, вы знаете замечательный фильм «Поющий под дождем». Вот там, в этом фильме есть эта история перехода на звук. Кроме того, были актеры с неправильными голосами, была актриса с внешностью героини, и с таким голосом маленьким. То есть несинхрон голоса и изображения. Были актеры. Грета Гарба перешла из немого кино в звуковое. Более того, она в звуковом кино стала большей звездой, чем была в немом. Марлен Дитрих. Вот две дивы, которые перешли. Марлен Дитрих, которая играла в немом кино. Ее первый звуковой фильм это «Голубой ангел». и она становится звездой. То есть переходы были, но большинство не перешло. Именно потому, что немое кино создало свою манеру. Эта манера появилась где-то с 10-го, ну, точнее, к 13-му году она сформировалась. Театральные актеры мало преуспевали в немом кино. И более того, то, что касается там два движения таких синхронных шли. С одной стороны, например, в России актеры актеры театральные известные не уважали и отказывались. Только несколько актеров снималось. С другой стороны, в Америке, а прежде всего во Франции началось движение так называемое «фелм-дарт». Отсюда наше название художественный фильм «Дарт», художество, живопись. Мы взяли у них эта идея известной актеры в известных фильмах. Есть Сара Бернар в кино. Но поскольку это ранние фильмы, мы не видим ее лица, она еще целиком, но зритель шел, потому что Сара Бернар, известная театральная актриса, вот она играет в этом фильме. Вот такой будет мой ответ. Еще есть вопросы? Да-да-да. Да-да-да, пожалуйста. А вот как сейчас делают иногда? Озвучивают, да? Один актер играет, а если голос не подходит, его озвучивают. это тоже постепенно мысль, это постепенно рождалось, не сразу. И когда появились звуковые фильмы, как ни странно, сразу снимали несколько версий, то есть в одной и той же декорации играл французский состав, потом немецкий состав, потом английский состав, то есть в одной и той же декорации. Были актеры, которые играли на двух языках. Переозвучание начинается позже, и оно не во всех странах популярно. То есть этого не было, потому что вы затрагиваете только одну, когда голос не подходил, но она была не одна. Все-таки эти годы еще начинает выбиваться вперед очень серьезно американское кино 30-е. то есть постепенно, постепенно, а потом, поскольку Европа входит в войну, только вообще американское кино начинает доминировать, потому что Европа надолго выбивается, киноиндустрия не вытягивает предвоенное, военное, послевоенное время, то американское кино нетерпеливо, то есть есть надо актрису переозвучивать, это дополнительная работа, актеров много, можно выбрать других, то есть сначала идет попытка использовать, но очень быстро происходит отсортировка. Еще вопросы? Пожалуйста. Можно ли сказать, что сценарная структура такого путешествия героя, которое потом Кэмпбелл описал, она родилась в немом кино уже, или вот в закате немого кино, когда уже появились комики типа Китона и Чаплина? Если можно уточнить, и что значит путешествие, что вы имеете в виду? Ну, вот Джозеф Кэмпбелл, который написал про путешествие героя, такая классическая сценарная структура, которая используется в литературе и в кино, то есть когда есть герой, у которого есть проблема, потом к нему приходит какая-нибудь помощь. Понятно, понятно. То есть вы имеете в виду структуру как бы пятичасную, трехчасную вот эту? Да, да, да. Мне хочется сказать, что нет. Я объясню, почему. потому что этот сюжет путешествия героя, он, мне кажется, связан со звуковым кино. Я пытаюсь так вот быстренько прокрутить какой-нибудь фильм из немых, который я знала, чтобы он сюда подошел. Вы сказали про комиков, путешествия героя. Комик другой, у комиков очень многое строилось на трюки. И эти трюки нанизывались, то есть это даже отсюда пошла слабстик. цельность уже появляется цельность истории появляется. это было. То, что предлагается вот какого-то четко построенного сценария. Например, в американском кино очень редко герой борется со временем, потому что время победить нельзя. Невозможно победить сталинское время. Поэтому в русском кино, который как бы в хорошем, например, когда герой сталкивается со временем, это неразрешимый конфликт. Американское кино коммерческое чаще всего строится по принципу, что есть всегда герой, которого можно убить или выйти за него замуж. То есть конфликт на уровне людей, а не на уровне времени политической. То есть эти фильмы очень редкие. Наше кино в лучшие годы, я беру там оттепель, например, наверное, вот это самое яркое, или даже 70-е годы, пыталась рассказывать другие истории. Это построение связано чаще всего с коммерческим кинематографом. Вот мой, наверное, был бы такой ответ. А вот скажите, пожалуйста, документальное кино, оно родилось в связи с Первой мировой войной? Или это отдельная какая-то была история? Наверное, вот эта тема очень интересная. Почему? Тут два вопроса. Первый, оно родилось с самого начала. Вот я говорю, Люмьеры, я не показала, ну, прибытие поезда, в этом смысле это документальное кино. И все их первые фильмы это документальное кино, документальное кино, они как будто заложили традицию документального кино. Один из самых ярких режиссеров документального кино и идеологов документального кино в Советском Союзе это Дзигавертов. Но его кино, документальным кино не является. В том смысле, что оно не является документом. отчего мы производим понятие документального кино? Если мы вкладываем в него документ, который можно показать на суде, то такого кино вообще нет. Почему? Прежде всего, значит, вот смотрите, я снимаю вас, я снимаю часть зала и неизвестно, кто сидит здесь. То есть, я могу сказать, больше никого не было, вот там было, я снимаю трех человек, я могу снять всех, а я могу снять так, что у меня останется пол человека, и тогда будет непонятно, что в закадровом пространстве. Соответственно, я выбираю. Я могу снять всех немножко сверху. Кадр сверху это подавление людей. Не случайно вождей в советском кино всегда снимали снизу, а толпу всегда снимали сверху. Во-первых, толпу снизу не показать, ну, сверху. То есть, есть понятие ракурса, есть понятие света драматического, есть возможность, я помню одну программу, которая меня поразила, то есть, две, это я вернусь еще к войне, вот к этому, к вашему документальному кино. Два варианта, когда я пронаблюдала по телевидению вот этот диалог с традициями документального кино. 11 сентября 2001 года я была в Америке, в Вашингтоне, то есть, совсем рядом с тем, что происходило. Естественно, у меня была лекция, я вот в этот день я его очень просто хорошо помню. Я помню, естественно, телевизор, ты не отрываешься, смотришь все, что происходит, и Вашингтон, а в Вашингтоне у Белого дома как бы ничего не происходит, но оператору надо показать, что что-то происходит. Что делает оператор? Он берет ручную камеру, это я уже как киношник смотрю, берет ручную камеру, вот так вот ей трясет и идет по битому стеклу хрустит. И дальше идет тревожная речь о том, что действительно происходит. Но я понимаю, что мне просто смонтировали клип, он может сидеть у себя в огороде, то есть на асфальте разбить, то есть это был сфальсифицированный кадр, сделанный, который выдавался мне за документальный. Следующий кадр был очень интересный, это было интервью Чубайса, которое брал Познер давно, лет, наверное, 15 назад, когда к Чубайсу было такое самое критическое отношение. И я так понимаю, что Познер, который киношный, телевизионный человек и понимает, как и что, он говорит, я задам, видимо, операторам, я задам такой-то вопрос, а ты сделай максимально крупный план. Почему? Дело в том, что если я на среднем плане моргаю, то я моргаю. Если я моргаю на крупном плане, я вру, а я моргаю, ну как сказать, понятно, да? И вот задается вопрос какой-то провокативный и дальше наезд на Чубайса вот такой, а он не моргает. Вот это я помню, потому что четко, то есть я к чему говорю? К тому, что на крупном плане мелкие движения становятся крупным жестом, которые на, когда мы видим человека полностью, да вообще, ты хоть любую мимику, она будет незаметна, она не будет жестом. Поэтому укропнение это очень интересная вещь. Например, когда мы видим крупное лицо, крупный план, такой некомфортно крупный, то у нас возникает или отвращение к этому лицу, или влюбленность. То есть мы хотим или поцеловать, или плюнуть. Как бы другого у нас не может быть с очень крупным планом. Это план некомфортный, потому что кого мы видим так, да? Средний план, план разговорный. Дальний план. Попробуйте о любви, вот так вот представить себе, что вы видите человека полностью на экране, в пейзаже, и человек говорит, я тебя люблю. Не работает. То есть этот язык тоже вырабатывается, что план соотносится, не только сюжет соотносится с длительностью, но план соотносится с темой. Можно играть на минус-приеме. И это тоже может быть стилем. Можно создать отдаленные фигуры и говорить, я тебя люблю, что-то еще. И тогда возникнет чувство, что это что-то исчезнувшее, уходящее, не выкристаллизовавшееся из памяти. То есть все имеет значение. Я возвращаюсь к теме учиться читать кино. И теперь конкретный ответ на ваш вопрос про документальное кино. Оно с самого начала. Во время войны появляется очень любопытный момент. Запрещают, очень рано догадываются, что кино может давать вражескую информацию врагу. Запрещают снимать на линии фронта. То есть не пускают операторов. Дига Вертов, который говорит о том, что жизнь, схваченная его идея, жизнь, схваченная врасплох. Но на самом деле вы видели его фильм. Но какое это документальное кино? Это поэма? Это вообще стихи? Это образы? То есть название неправильное, потому что документальное кино у нас есть понятие документа. Оно не является документом. Посмотрите, когда мы смотрим цветное кино, а потом нам показывают черно-белое документальное кино. И у нас привычка воспринимать его как большую правду, чем цветное. То есть в нас что-то заложено психологически по восприятию. С чем надо бороться для того, чтобы нами не манипулировали. Потому что режиссеры умные, образованные, талантливые работают с тем, чтобы обмануть зачем-то зрителя. Или для того, чтобы создать иллюзию и доставить вам удовольствие, или для того, чтобы вы идентифицировали себя с чем-то, или чтобы вы отрефлексировали какую-то проблему, или для того, чтобы вы думали определенным образом, как режиссер или думает, или ему заплатили, чтобы он так снимал. Вот такой мой ответ был. еще будут вопросы? Да, есть? Был случай с итальянской школой в Вермонте, когда мы смотрели и нам показывали. все, я вспомню сейчас. Это было действительно очень интересно. Когда я преподавала в Америке, это университет, в котором много было разных школ. Я преподавала в русской школе, была итальянская школа. Это университет, не школа для школьников, а университетское образование. И, естественно, тогда у меня совсем не было итальянского языка, но я ходила смотреть фильмы во все школы, неважно, есть язык, нет языка, картинка, я же не моим кино занимаюсь, мне же картинка интереснее. Я пришла и привела Вин Борисовича с собой, мы пошли смотреть итальянское кино. Обещали нам, по-моему, Франческо Рози, вместо этого показывают документальное кино. Ну, сидим, сидим, неудобно выйти, зал такой. Сидим, смотрим. Показывают неожиданно Хрущева, потом еще что-то, Россию, разговоры. И так мы сидим, есть такая всегда, ты можешь плевать, значит, на свою страну, когда ты в ней, а когда ты за пределами, ты начинаешь там по неволе защищать. Значит, я сижу и думаю, ну, хорошо сидим в Америке, в итальянской школе, нам показывают, значит, Советский Союз, важность, еще что-то. Ну, досмотрели документальное кино, выходим, я смотрю, что, значит, педагог из итальянской школы так мнется и говорит мне, вы знаете, меня ради Бога, извините, я не, у меня просто Франческо Рози не было фильма, нам дали документальный фильм, посмотрите, я говорю, ну, а почему наоборот, вот приятно, что там такой сюжет о России, и так много было показано России, он говорит, а, так вы не поняли? Я говорю, а что? Он говорит, а это был правыми итальянскими, снят фильм о том, что надо было на Советский Союз бросить бомбу, а не на Японию, и тогда не было бы тех холодной войны и тех проблем, которые были. то есть, не зная сюжета, я смонтировала себе одно кино, это я к тому, о чем мы говорили, что мы по звуку можем, изображение и звук вступают в сложные взаимоотношения, то есть, если не знать звука, при всем моем желании смотреть, смотреть кино, это было там 20 лет назад, смотреть кино без звука, но, конечно, звук в определенных фильмах играет важную роль, но звуком можно документальное кино, это был документальный фильм, создать совершенно разные сюжеты. Представьте себе, что если бы шел бы мой монолог, который я внутри себя произносила, монолог был, оказывается, совсем другой. А вот еще вопрос. А насколько вот такой без звука немое кино сейчас кто-нибудь пытается в этом направлении работать, потому что я помню, что в 80-е годы, плохо помню, по-моему, назывался фильм, Бау такой был фильм, шикарный, 84-го года, потрясающий фильм, замечательно, что вы вспомнили, но совсем недавно, буквально там 7, нет, ну не 7, 10 лет назад, фильм «Артист», Хазан Чавич, Хазановичица, получил Оскара, и это фильм, снятый, как немое кино. Очень хороший фильм, французский, режиссера литовского происхождения. Сейчас это больше эксперименты, но бал, вы вспомнили, это совершенно грандиозный фильм, который весь, кто не видел, посмотрите, это замечательное кино, которое построено только на том, как танцуют в таком клубе, ресторане во Франции, предвоенное, военное, послевоенное. Так что сейчас это скорее исключение, но, нет, почему, и бал коммерческий, и артист коммерческий фильм оказался, просто есть режиссеры, которые очень интересно работают со звуком, которые его используют минимально. Сейчас вот почему-то не могу быстро назвать никого, но помню несколько фильмов, даже, например, почему «Карвай», «Чанкин экспресс» фильм, фильмы, в которых звук и слова, которые произносят, не так важны, как «гур-гур», потому что вот фильм этот, «Чанкин экспресс», это, по сути дела, фильм, как симфония города, это симфония Гонконга, это последние дни Гонконга до того, как он перестал быть британским. Есть режиссеры, кто, то есть использует звук только тогда, когда вы не можете без него обойтись. Есть фильмы, которые слишком много говорят, это задача, это надо или мышление иметь такое, но, с другой стороны, есть режиссеры, как Сокуров, например, у которого есть фильмы, где почти не говорят, у Бергмана есть фильмы, где мало говорят. то есть звуки есть. У Тарковского потрясающая партитура звуковая, я даже помню исследователя американского, который писал серьезную очень работу о звуковой партитуре, не словесной партитуре, а звуковой партитуре фильмов Тарковского. То есть есть режиссеры сейчас, которые работают не со словами, а со звуками, потому что звуками мы можем тоже очень многое рассказать, просто это работа и коммерческое кино, которое строится даже хорошими режиссерами, но которое попадает вот в это... Кино — это корпорации. Огромное количество студий — это корпорации, которые построены на то, что вы инвестировали, и вы получаете деньги назад. Это началось с 70-х годов, когда мы вошли в эпоху блокбастеров. И мы вошли в Советский Союз, вошел почти в одно и то же время, как в Америке, сняли челюсти, у нас сняли экипаж. То есть это середина 70-х годов, то, что называется, мир входит в общество потребления, когда кино превратилось... То есть американское кино и было очень коммерческим, вот когда студии, там большая пятерка, маленькая тройка, и тут так называемый ряд бедных студий без проката. Но все равно не было такой, не было вот этого расчета на блокбастеры. Это ровно середина 70-х годов. С этим постаралась, постаралась на какое-то время вступить в диалог «Новая волна» в Европе. С этим в диалог постарался вступить новый Голливуд. Но корпорация такая сильная, что она приспособила режиссеров. И такие режиссеры, как Спилберг, который сразу начинал как коммерческий, но все равно вот он балансирует между коммерческим кино и как бы художественными попытками художественных проектов. У меня не вопрос. У меня не вопрос. У меня такое, как бы, мое собственное исследование или замечание. Пантомима. Вот сейчас, мне кажется, что очень становится популярной пантомима в театре. Вот один из таких примеров «Театр рук». Он очень популярен. И по себе понимаю, что сейчас много разных мусорных вот этих сериалов. Я лично выключаю звук и смотрю на их лица. И сравниваю с советскими фильмами, которые не были когда-то популярными, но их сейчас часто стали показывать. Я тоже выключаю звук. И я любуюсь мимикой тех актеров советских. А какие у нас есть мультфильмы короткие, если кто-то видел, «Две спички сгорающей любовь». Там только музыка. Или лист бумаги. Я давно смотрела. Канцелярский стол. На нем пачка листов. И печать ставит, на каждый лист печать. Когда они ложатся под нее, и печать. И куда-то там, мусорное ведро. И одно, один лист, он свободный. Он от этой печати ускользает. И вот это такой танец потрясающий. Там столько эмоций. Поэтому я лично думаю, что данное кино, оно не умерло. Возможно, что будет еще взлет такого кино. Вот мне так кажется. То, что вы упоминали пантомиму, это очень интересно, потому что пантомима близка к балету. И вообще, когда мы говорим о немом кино, то мы должны говорить не о литературе, не о театре, а мы, конечно, должны говорить о балете и пантомиме. И даже были такие, такой жанр, мимодрама, и даже Вера Холодная в нем участвовала. Это бессловесные фильмы театральные. Потому что, ну, пантомима, она представляет себе концентрацию истории. То есть она редко растягивается на какой-то длинный сюжет. Но выразительность тела, жеста, мимики – это то, на чем строилось немое кино. И если в начале своего пути оно строилось на преувеличении, которое было вызвано тем, что актер не до конца себя зеркалил, не до конца понимал, как он выглядит, не соотносил внутреннее чувство с внешним. Для этого должно было какое-то время пройти. И это было еще связано с тем, что ранние фильмы и не стремились рассказывать психологические истории. Но вот такие фильмы, как «Последний человек», которые рассказывают глубокую психологическую драму. И вот то, что я обратила ваше внимание, что сначала он ходит пупком вперед, а потом он... То есть это перемена пластической выразительности. И не случайно действительно, что очень много балерин, танцоров, которые были в немом кино. Поэтому с этим тоже связана, может быть, их неспособность перейти в звуковое кино. Потому что звуковое кино потребовало меньшей выразительности пластической. Наоборот, ее надо было прибрать к рукам. раз, 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 раз. Нет, он работает, говорите, вот микрофон. А мне очень понятно. В этом есть какая-то театральность. Театральный же актер тоже преувеличенного из-за того, что зал далеко, надо, чтобы задние ряды тоже видели. театральные актеры все равно с преувеличением играют очень часто. У них другая манера, чем... А почему театральные актеры знаменитые тогда с пренебрежением относились к этому делу? Ну, во-первых... Ну, вот тот же Кторов, например, прекрасно снимался, да, и в немом кино, и в театре хорошо играл. Но в немом кино он был более известным. В театре он стал известен больше в 60-е, то есть в 20-е годы он был более известным как актер немого кино, особенно когда он играл «Праздник Святого Эргена», «Процесса трех миллионах» у Протазанова. Дело в том, что, во-первых, какую школу мы берем? Мы берем МХАТовскую школу, которая начинает доминировать в России с 1896 года с созданием МХАТа. Или даже манера малого театра, или мы берем манеру, которая... близка к Пантомиму, условный театр. То есть в России конец десятых, двадцатые годы, очень разнообразный театр. Первоначально актеры относились пренебрежительно, потому что в российской традиции актеры — это служение. А кино родилось как балаганное. Вот то, что я вам цитировала статью из Нижегородского «Листка Горького», это было написано, потому что фильм показывали на ярмарке Нижегородской. То есть изначально это плебейское искусство, а театр — это служение высокое. Изначально театр — это тоже. Ну, это изначально... То начало уже забыли, потому что прошло приблизительно три века. За 300 лет уже вымер последний человек, который помнил, что это было. Когда мы говорим о театре того времени, когда появляется кинематограф, у концепции театра другая. Конечно, есть и развлекательный театр, да, ну и во многих странах, но в России больше всего. Но не случайно, например, Мажухин перешел из Народного дома, из театра Народного дома, такого театра низкого, ну, пониже, чем там «Хат», «Малый» или «Александринка». Спасибо. Спасибо. Хочется поаплодировать. Давайте поаплодировать. Спасибо. Да, спасибо. Я очень рада, что в такой дождливый, дождливый день вы нашли время и пришли. Спасибо огромное. Спасибо Свете. Спасибо. 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 Спасибо Свете за приглашение, Сабине, а если бы не Эля, то вообще ничего нельзя было бы сегодня сделать. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.